Привет, народ, покашеварим! На днях у меня малой такой говорит, бать, сделай кисадилию мне, говорит, только давай вот это вот кинзу не надо, вот это фарш тоже что-то не очень, короче. Ну я говорю, ну так это уже не кисадилия, блин, тогда получится. В общем, короче, сегодня покажу вариант, если вот вы, например, не очень любите кисадилию, но хотите что-то такое в лепешечке мягенькое поесть. Называется это все пиццадилия. Это, по сути, кисадилия только с тем, что у вас есть в холодосе. Давайте начнем. Ну, естественно, лепешки вам какие-нибудь нужно приобрести. Я беру болгарский перец, довольно мелко на кубики нарезаю. Лучок. Добавляем растительное масло, нагреваем сковородку и обжариваем все это одновременно. Жарить я буду до полумягкости болгарского перца. У меня в морозилке всегда лежит зелень, тут просто микс, короче. У меня остается зелень, я ее вот так вот крошу и добавляю в заморозку. У меня вот копятся такие плошки. Прямо вот сюда бахаем, не важно, что там. Там лук, укроп и всякие такие вкусняшки. Еще даже пускай будет. Все, минут пять пожарили. Я добавляю ложку томатной пасты, водички. Такой, чтобы у нас типа соусца получился. Все, это дело солю. Добавляю немножко все-таки вот мексиканской кухни. Ну, в принципе, это итальянская, это орегано, щепотка сахара обычного и черный перчик. Дам сейчас всему этому потушиться минутки три буквально. И основа будет готова. Пока она тушится, мы можем заняться сыром. У меня два вида сыра. Моцарелла, которая хорошо тянется. И сыр голландский, просто он хороший, солененький. Их смешаем пополам. Вот эту моцареллу колбасками можно не тереть, а можно прямо вот так вот нарезать. Итак, лепешки какие-нибудь кукурузные, не кукурузные, вообще без разницы. Просто круглые лепешки берем и начинаем наши кисадилишки формировать. Наполовину кисадили выкладываем наш соус. Вот так вот как бы полумесяцем, полумесяцем все это раскидываем. Дальше обильненько, обильно пепперони. Например, можете использовать какую-нибудь ветчину. Дальше три кусочка моцареллы и тертого сыра. Все, ребят, заготовочка у нас первая готова. Дальше пополам и ждет своего часа. И теперь нашу пицца-дилью нужно поджарить на масле, а лучше на миксе двух масел, сливочного и растительного. С двух сторон. Смотрите, если лаваш или лепешки у вас остались, и вам нужно, чтобы они не засохли, вот так вот их скрутите, выдавив весь воздух, и храните вот в такой трубочке. Они пролежат чуть дольше. Хрустященько. И вот такая пицца-дильечка, народ. Что, давайте попробуем. Если у кого-то есть сомнения, что такая штука может быть невкусной, киньте у меня камень. Пицца-дилья даже прикольнее, чем кисадилья. Но это не точно. Но, может, и нет, короче. И то, и другое очень вкусно и достойно. Попробуйте приготовить элементарно. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кул С. И.Е. Субтитры создавал DimaTorzok